хорошо дорогие друзья сегодня мы посмотрим на главу ахарей мод глава да ну сегодня 75 лет независимости израиля независимости это день независимости такой праздник название я считаю что она не соответствует не соответствует действительности я бы назвал как-то по-другому но это праздник который да как для меня это праздник который доказывает что бог есть то есть один много праздников которые доказывает но этот праздник точно доказывает что бог есть что тора истина что нас небо и что все что написано в торе исполняется и мы видим что после двух тысячи лет изгнания двух тысячи лет рассеяния 2000 лет вообще существования в тяжелейших условиях в тяжелейших условиях израиль вернулся на свою землю израиль вернулся земля расцвела земля ждала то есть везде вокруг населенные такие страны которые ну вот как бы евреи пришли бы в египет да пришли бы в египет сказали мы вернулись типа давайте сделаем здесь израиль и 9 искал что вообще кто там или турция рядышком туда или рядом греция или рядом ливан все рядом все заселенные везде они живут существуют мощно сильно и одна была вот этот вот кусочек где был израиль страна пустыня болото и нету никого нету какие-то бедуинские какие-то маленькие племена все возвращается израиль и тут как раз началось появилось вдруг такое понятие как палестина не было все эти годы никакой палестины никто тут не жил и значит в но очень важно важно другое что израиль вернулся на то же самое место на которое до этого был тысяча триста сорок лет был тысяча триста сорок лет израиль здесь стоял со со времен дарования тора исхода из египта потом египтяне египтяне римляне разрушили второй храм и израиль ушел в изгнание потом в этом изгнании осознали поняли все свои ошибки искупили все свои грехи до капора это как искупление грехов катастрофа это было конечно вообще из написано что вот это вот катастрофа это было конечное искупление за грех золотого тельца для бог тогда сказал что маша рабы ну хорошо уговорил значит я сейчас уничтожать не буду но каждый раз когда будут грешить я буду спрашивать и за тот грех золотого тельца и вот так вот раз два три 4 5 там много было разных неприятностей последняя неприятность была самая большая это была катастрофа до 6 миллионов евреев было убито и после этого все значит начинается новый этап появляется государство израиль и с божьей помощью нам осталось только последние акты мы знаете приблизились кульминации вообще мировой истории последний акт значит 3 храм и машин и мы все ждем машин а весь мир ждет машин а значит ну уже у нас мы все готовы интернет есть телевизоры есть уже заняли места уже в иерусалиме все подготовлено все значит ну давайте же осталось нам только несколько уроков тора еще провести хороших несколько человек вернуть на путь истиной на пути служения богу и значит вот этой духовной энергии хватит для того чтобы пришел наше поколение вот и поэтому мы учим тору для того чтобы через изучение тора соединяться с источником всего мироздания духовности со всевышним и значит сегодня у нас глава ахарем от после смерти двух сыновей арона и в этой главе рассказывается история очень важная что когда в йом-ки-пур это было день искупления когда в день искупления когда значит когда самый святой день когда искупались греха вот эта непонятная история с двумя козлами с двумя козлами которые которые были абсолютно одинаковых два козла и через жребий через жребий значит один козел шел в жертву всевышнему искупал все грехи а второй козел его значит уводили в пустыню сбрасывали со скалы это называлась жертва к азазелю вот это слово азазель которая знакома большинству русскоязычных слушателей из произведения из произведения мастера маргарита до михаила булгакова азазель там был один из персонажей вот мы как раз в торе сейчас разбираются кто же это за и значит здесь есть очень интересный взгляд который который нам дает такое направление это рабшимшин рафаэль гирш был такой великий раввин который жил в тысячу где-то восемьсот пятидесятом году он был раввином огромной огромной общины прям морали атака было место там жило очень много евреев десятки тысяч что в городе в котором он был раввином жила 40 тысяч религиозных евреев 40 тысяч и тут он получает письмо из города франкфурт где на то время осталось 11 религиозных семей из десятков тысяч населения может даже 100 тысяч было еврейского населения франкфурта они все попали под влияние то что называлась аскала просвещения они вначале они восприняли лозунг мендельсон был такой у них первый был основатель тоже можешь его звали как мы шарабе 0 авдель да но он сказал будь евреем дома и немцам на улице это был его как бы лозунг а потом они стали немцам не только дома но и на улице не только на улице но и дома уже внуки этого мендельсона дети уже мендельсона все были христиане потом они вообще стану в общем вся исчезла эта вся история и буквально за несколько десятков лет осталось 11 религиозных еврейских семей соблюдающих во франкфурте и они написали рафшимшин рафаэлю гиршу письмо написали пожалуйста спасите нас приезжайте будьте нашим раввином мы не знаем что делать а рафшимшин рафаэль гирш он был величайшей такой вот личностью он был невероятно умный образованный и интересно что это такая вот тоже имеет отношение сейчас к его комментарию про этих двух козлов один к богу другой коза зелью он было два еврея которые жили примерно в одно время мойши мендельсон и он перевел тору на немецкий язык и был значит рафшимшин рафаэль гирш он тоже перевел тору на немецкий язык и один перевод был полностью кошерный мы до сих пор его изучаем рафшимшин рафаэль гирш святой человек а вот этот вот можем медельсон сотрется его имя он был злодей который из-за него очень много произошло несчастье но они написали оба перевод тора на немецкий язык и тут мы видим вот эту вот небольшую разницу как между этими двумя козлами которые были абсолютно одинаковые но была принципиальная разница также между этими двумя переводами была принципиальная разница в чем была разница в направлении в намерении намерение mendelssson а было чтобы евреи стали больше немцами намерения намерения рафшимшин рафаэля гирша чтобы идти и евреи которые уже не знали тору которые говорили не знали и в ритме знали святой язык они говорили только на немецком чтобы они вернулись кто и оба сделали перевод но они вели совершенно в разных направлениях один вел от бога от Торы, второй вел наоборот к Богу к Торе. И Рафшимшин Рафаэль Гирш, он приехал, откликнулся на зов этих 11 семей, приехал во Франкфурт и во Франкфурте вернул к Торе десятки, сотни тысяч людей его община потом была 3000 семей, школы хедеры, ешивы садики, миквы, то есть он вернул обратно во Франкфурте вот это вот значит вернул евреев к соблюдению заповеди теперь значит, что он пишет про этих двух козлов? Он говорит что эти два козла символизируют в них есть одно и то же что в них есть одно и то же что символизирует козел? козел символизирует в человеке энергию, которая вот это упрямство, эз на иврите, вот козел это эз на иврите азазель, он говорит это азазаль это простое прочитание этого слова козел пошел ушел, вернее козел ушел азазель это козел ушел вот так вот теперь значит какой символ козла? в каждом из нас живет вот такой вот козел козел это это вот это вот сила эз это дерзость это такая сила идти против да, козел вот он такой говорят баран упрямый но козел очевидно еще более упрямый мы сейчас в сельском хозяйстве не очень понимаем но козел он такой прям упрямый, у него есть дерзость дерзкий козел он такой значит говорит Шимшан Рафаэль Ерш он говорит следующую вещь что второй козел которого мы отправили к азазелю это вторая сторона медали первого козла приносили в жертву Богу жертва хатат искупления грехов в самом святом месте значит приносили по всем правилам в храме святая святых приносили в жертву его кровь там и так далее то есть это символ того как нужно жить и как нужно свою силу направлять на служение Богу говорит что было со вторым козлом второго козла в храм не заводили отправляли в пустыню и там сбрасывали со скалы и второй второй козел символизировал вот я сейчас прочту некоторые вещи я подчеркнул мне очень понравилось второй козел символизировал жизнь какую никогда не следовало бы вести в прошлом жизнь которую как мы клянемся никогда не будем вести в будущем в этом смысле каждый из нас если можно так выразиться козел любой и каждый из нас наделен силами сопротивления способностью твердо противостоять любым притязаниям на нашу волю значит у каждого из нас внутри дальше сейчас он объяснит эту идею есть вот эта сила выбора и сопротивления чужой воли этим обладает любой человек и мы можем использовать эту силу на службу Богу то есть мы можем стать принадлежащим Богу козлом да то есть мы можем соединиться со Всевышним оказывая стойкое сопротивление любым соблазнам и соображениям как внутри так и изне которые манят нас прочь от Бога и его святой воли и приводят нас к потере телесной привязанности к Богу то есть мы можем вот эта вот сила сопротивления направить или против тех соблазнов которые нас ведут в сторону от Бога или против Бога значит у каждого из нас есть то что называется инстинкты дальше рассказывается в основном это инстинкты вот эти связанные с продолжением рода и это самые сильные инстинкты чувственность он их называет и у нас есть душа которая часть Бога есть тяга к Богу теперь значит когда мы капитулируем перед властью этой чувственности инстинктов и отказываемся от Бога это называется идти леазазель идти к дьяволу идти к сатану то есть он так переводит этот прям дословный перевод идти значит леазазаль козел ушел самое ну вот это так он его объясняет то есть эзазаль разновидность своевольного козлиного упрямства которое ушло у которого нет будущего и которое именно воображает себя эс сильным само роет себе мадилу то есть это символ того что если человек идет на поводу своих инстинктов то куда он попадает пропасть пропасть его скидывает и он погибает это так он объясняет эту историю с козлом теперь дальше он уходит глубже и он говорит такую вещь что все животные вся природа они детерминированы красиво такое слово они детерминированы они предопределены они управляются инстинктами то есть это механизм вся природа это определенного рода механизм в котором они живут и нет у них понятия добро и зло потому что они живут по инстинктам то есть так они запрограммированы тигр съедает зайчика это не зло это это питание если тигр не съедает зайчика он значит он что сделает тигр Он умрет, поэтому он съедает зайчика. И среди всей вот этой природы, которая природа, Бог создал одно создание. Он поместил одно создание, как дух его божественного духа, дыхание божественного дыхания. Одел его в земную оболочку и сказал ему этому созданию, будь Адамом, будь моим подобием, будь Богом в миниатюре. Представляете, как красиво пишет Рафшимшан Рафаэль Гирш, что когда Бог взял одно создание и в него вдохнул свой дух, свою волю, и сказал ему, будь Адамом, будь моим подобием, будь Богом в миниатюре, внутри и над маленьким миром, который я дал тебе вместе с твоей физической оболочкой. У тебя будет свобода от моей свободы. То есть, как бы вот эта божественная душа, она не заставляет человека действовать, как Бог ему сказал действовать. Но вот это вот внутри потенциал свободы божественной, он есть в каждом человеке. У тебя будет власть от моей власти, которая управляет силами природы. В твоей оболочке части земного мира действуют силы и побуждения, которые действуют и в остальном элементарном органическом мире, из которого они произведены. То есть, в тебе будут действовать все эти инстинкты, которые управляют всем остальным животным миром. Если их оставить без управления, эти силы, как и в других творениях, будут детерминированно двигаться по пути, присущему их природе, и будут получать от этого удовлетворение. То есть, отпусти себя и ты животное. Чистое животное, ничем не отличающееся от других животных. Но ты свободен. У тебя есть свобода от моей свободы. Власть от моей власти, которая управляет силами природы. Бог же сотворил, и он управляет силами природы. Он единственный, который установил эти законы и может менять эти законы. Значит, управляя таким образом силами и импульсами в себе, ты достигнешь высокого положения, близкого ко мне, так Бог ему сказал. И над всеми остальными. Единственное свободное существо в мире сил и импульсов, лишенных своей воли. То есть, все мироздание, все животные, они инстинктивно двигаются. Животные, они как биороботы такие, да. И человек у него есть, человек тоже биоробот, но у него есть внутри возможность победить эти импульсы. И подняться тем самым на божественный уровень, который управляет силами природы. Однако, концепция свободы подразумевает, что можно выбрать и неподчинение божественной воле. Он говорит, именно в этом и заключается вот этот символ этих двух козлов, да. Значит, человек единственное существо, которому была дарована возможность не подчиняться воле Бога. То есть, сделать выбор против, а я не буду соблюдать заповеди. Ну и что же ты сказал? Кто ты вообще? Ты Бог? Знаете, когда были эти коммунисты, начинающие, ну такие они были еще, вот только начинающие, им так понравилась идея коммунизма. И как-то рассказывают историю, что один такой начинающий коммунист, он пришел к Равину, а он, этот коммунист, он вырос же, там, в Хедере учился еще все. И Равину говорит, вы знаете, говорит, я сейчас вам докажу, что Бога нет. Тот ему говорит, Равин, давайте определимся вначале в терминах. Вы, когда Бог говорите, вы что имеете в виду? Тот говорит, я имею в виду человека с белой бородой, который сидит на облаке. Он говорит, так нам не о чем спорить, такого Бога я тоже не верю. В того Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю. Тогда этот комсомолец ему говорит, значит, а я, говорит, тогда вас застряю. Равин говорит, ну, и чем это тебе поможет? Он говорит, Равин, он Равину говорит, тогда давай так сделаем. Если ты хочешь остаться жив, то в небо покажи, значит, дулю, скажи, скажи Богу, тебя нет. Равин говорит, извините, говорит, если его нет, так кому я должен сказать? А если он есть, так я все равно не скажу. Я верю, что он есть, я не скажу. Значит, у человека есть возможность выдумывать черные квадраты, оранжевые центры, Пикассо там придумывает человека в кубиках. То есть человек, он, в принципе, обладает невероятной способностью выдумывать и творить. Это как раз божественная вот эта творческая сила, которая сотворила мир. И Бог дал человеку возможность единственному существу в мире пойти против Бога. Животные не могут пройти против Бога, они запрограммированы. Значит, в сфере примитивного органического мира не существует греха, но, следовательно, нет и добродетели, нет морали. Если бы та человеческая чувственность, которая противится воле Бога, не была притягательной для человека, то есть если бы не было вот этого вот равноценного сопротивления, если бы чувственность, она не была так притягательной, которая больше всего ведет человека против Бога, все остальное как бы легко соблюдать. Значит, если бы он не имел способности, если бы человек не имел способности быть козлом для Азазеля, так же хорошо, как и козлом для Бога, Тогда божественный закон действовал бы и в нем с той же непреодолимой силой, которая действует во всех созданных остальных существах. Таким образом, мы все безразличия поставлены у входа в его святилище, как будто бы мы стоим возле входа в храм, чтобы выбрать между Богом и Азазелем, между Богом и мощью наших чувств. Внутри в святая святых нас ждет закон его воли. То есть, вот этот выбор. При которых нас призвали сделать наш выбор, ничто не оказывает вынуждающего влияния на наши решения. Уважаемый или никому неизвестный, великий или ничтожный, богатый или бедный, сегодня или завтра, вне зависимости от мощи и состояния, любой из нас и в любое время может стать либо для Бога, либо для Азазеля. Понятно, да? Значит, чувственность была дана человеку не для того, чтобы она управляла им, но чтобы он управлял ею и направлял ее. Вот это так он объясняет очень красиво, вот этот вот уникальный момент в Торе, когда есть два козла, один к Богу, один к Азазелю. И мы все стоим каждый день перед таким выбором, что нами управляет. Или нами управляют наши инстинкты, наши животные потребности, наши автоматические реакции. Или нами управляет наша душа и желание присоединиться к Богу, который дал нам возможность к Нему присоединиться. Это невероятная возможность, которая есть у человека, подняться в течение жизни на свой божественный уровень. Это есть тот потенциал, ради которого мы приходим в этот мир. Дальше весь этот мир, как сказал Рафшимшан Рафаэль Ирш, это просто тренировочное поле, тренировочный ладерь. И, например, то, за чем гоняются все люди, это лучше всего объяснил нам царь Соломон, это все, опять же, как внутри намерение. Какое у тебя намерение? Если ты, кстати, вот это очень важная вещь, что Тора, она нам не сказала, что будет легко. Она нас именно поставила, что ты должен выбирать Бога каждый день в обычной жизни. И доказательство этому, это тоже интересная вещь, я сегодня обратил внимание. Первосвящение, которое в храме приносил в жертву этого козла для Бога, и первосвящение, которое заходил в святая святых, то есть он заходил ближе всего, он приближался к божественному проявлению, он обязан был быть женат. Если он был не женат, он не мог быть первосвященником. И когда в Йом-Кипур он проводил самую важную службу искупления грехов, то есть это был самый пиковый момент года, самое важное, если у него в этот момент умирала жена, то ему было запрещено двигаться дальше, проводить эту службу. Он снимался, выводился из этой святая святых, и вместо него заходил второй, который сидел, его как бы сгад заместитель, который сидел готовый, подготовленный, женатый. Значит, что обязательно должен был в святая святых заходить женатый. Нет, не можешь. То есть это очень была такая важная метафора, что человек в этом мире поставлен в условия, когда он должен пройти жизненный путь, работать, учиться, жениться, и при этом в каждом действии выбирать Всевышнего. А как выбирать? Через выполнение заповедей. Все, и буквально один отрывок мы сегодня чуть разогнались, один отрывок из 26 главы притчи царя Соломона. Посмотрим какую-то одну притчу, чтобы каждый день изучать, и я вам советую главу изучать в день. Значит, 26 глава. Вот, отлично, отлично, такая полезная. Я очень люблю Мишли. Тут такая полезная, значит, сейчас. Вот, это еще полезнее вообще. Тут есть одна была очень сильная вещь. Я вам сейчас еще... Четвертый отрывок. Четвертый отрывок 26 главы. Не отвечай ксилю, ксил это грешник по вожделению. Есть два типа грешников. Есть грешники, которые скептики называются, да, это те, которые умничают. Они такие, ну и что, ну докажи мне, что Бог есть. Я таким говорю, а чем мне тебе доказывать? Хочешь верить, что ты инфузория туфелька? Верь. То есть, ты мне докажи, что ты инфузория туфелька. Ты мне докажи свою веру, да. Докажи мне, как ты из инфузории стал вообще человеком говорящим. Есть у тебя доказательства, кроме теории Дарвина, которая не нашла там, ну теория. То есть, он рассуждает о чем-то, что было 5 миллиардов лет назад, называя это теорией. Это называется грешник-скептик. Он просто скептик, он такой, он ни во что не верит. Они называют себя агностики, как-то они такие некрасивые названия себе выбирают. Теперь, есть грешник, который называется ксиль. Ксиль это грешник, который грешник по вожделению. Он говорит, слушай, я люблю запрещенную еду, я люблю, значит, вступать в отношения с кем угодно, когда угодно и как угодно. Я, значит, хочу говорить гадости про других людей, потому что я не могу просто, ну мне удовольствие. Не могу отказаться от своих удовольствий. Это называется грешник по вожделению. И вот, говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей. Аль танксиль кивалто. Вот с этими грешниками по вожделению ты не отвечай ему по его глупости, по его, значит, не отвечай ему, да, как по его грешности. Пен тишве ло гамата. Чтобы не стал ты с ним на один уровень. Да, вот этот вот, давай бухнем, но ты меня уважаешь, там все. То есть не вступай с ними, чтобы не стал с ним на его уровень. Не конфликтуй с ним, не ругайся, не спорь. Дальше, следующий же отрывок, обратите внимание, пятый отрывок. Ответь этому ксилю кивалто. Ответь этому грешнику по его глупости. Чтобы не был он хахамбо и нав, чтобы не был он умным в своих глазах. Значит, вот без устной торы, без объяснения, не поймешь, потому что тут написано, не отвечай ему, чтобы ты не стал, как он. И сразу же написано, ответь ему, чтобы не был он умным в своих глазах. В глазах его, чтобы не был он умным, не написано в своих, умным в его глазах. Значит, здесь есть очень простое разделение Вот сидит грешник, пришел он к тебе, этот грешник И говорит, давай выпьем, я сейчас тебе за жизнь покаляка Я тебе сейчас все сплетни расскажу Я тебе сейчас расскажу там все ужасы Он такой, значит, я тебе расскажу сейчас все вот эти вот, что будет все плохо Он обычный пессимист тоже такой И написано, с ним не надо общаться Чтобы не стать с ним на один уровень Чтобы с кем поведешься, от того и наберешься Ты ему скажи, слушай, ты грешник, я человек святой Лучше послушаю урок Торы Хочешь вместе послушаем урок Торы? Давай Хочешь вместе сделаем доброе дело? Давай А просто с тобой становиться как ты, я не хочу Это значит, четвертый отрывок до шестой главы Пятый отрывок, ответь ему, чтобы не был он умным в его глазах Теперь, в этот момент вокруг находятся, например, дети И ты тогда ему должен ответить и сказать ему Смотри, нельзя быть пессимистом, нельзя быть алкоголиком Нельзя быть обжорой, нельзя быть грешником Значит, ты должен ему ответить, чтобы он не был умным в его глазах В глазах окружающих То есть здесь нужно всегда выбирать Выбирать ситуацию Опять же, есть третий отрывок, который нам объясняет Что с ним лучше не спорить даже в глазах окружающих Хотя есть в этом смысл Потому что он не ограничен никакими ограничениями совести Никакими ограничениями культуры и так далее То есть он может такой тебе ответить, что ты не рад будешь Что ты с ним начал спорить Поэтому тут нужно Очень-очень нужно быть осторожным И изучить Мишли глубоко Притчи царя Сламона Чтобы точно знать, кто какой грешник Когда ответить, когда не ответить Но глобально я вам скажу, что лучше от них держаться подальше Чем более человек испорченный Тем легче от него получить неприятности Прямо конкретно люди, которые негативные Очень легко от них заразиться и получить неприятности Все, дорогие друзья, чтобы мы хорошо получились Напишите, пожалуйста, свои выводы из сегодняшнего урока Напишите прям свои выводы Зафиксируйте свои инсайты, свои выводы Что вы выучили Что вы собираетесь делать дальше Как вы собираетесь использовать Ту духовную знание и силу, которую вы получаете И с Божьей помощью, чтобы Всевышний в заслугу Ваших усилий, наших усилий Ответил на наши молитвы У каждого из нас есть просьбы ко Всевышнему И самый прямой путь Получить ответ на свои просьбы Это выполнять волю Всевышнего Выполнять волю Бога И еще раз вам напоминаю Что вы можете стать инициатором какого-то урока Вы можете какой-то урок Торы, который вам нравится Помочь нам дать деньги на него Чтобы его сделать рекламу Чтобы люди увидели Больше людей его увидели То есть вы можете своими деньгами Своими усилиями Помочь распространению Божественного Света И потом к Богу прийти в молитве и сказать Я делаю то, что ты сказал делать Пожалуйста, у меня есть просьба Здоровья, благополучия, жениться Деньги, сделать правильный выбор Пожалуйста, помоги мне, ответь Но вы придете не с пустыми руками Вы скажете Я распространяю знания Торы И я очень участвую в распространении твоего Света И сам соблюдаю То есть начните, возьмите на себя какое-то выполнение Какой-то заповеди Обязательно Все, друзья, удачи, успехов До завтра И поздравляю всех с тем, что мечты реализовываются Израиль доказывает, что мечты народа Который две тысячи лет ходил И скитался без своего дома И две тысячи лет молился В каждой молитве Верни нас в Иерусалим Верни нас в Иерусалим Все молитвы в день Тот, кто молится три раза в день Во всех трех молитвах есть Верни, отстрой Иерусалим Верни нас в Иерусалим Верни царя Давида Помазанника своего Или Машеха из его рода То есть мы молимся каждый день Все евреи две тысячи лет В Беркат Амазоне Мы каждый день просим В каждом доме, где бы мы ни были Во всех Есть закон такой Что когда ты где-то дом купил или снял Должна быть кусок стены Без краски, без штукатурки И просто такая голая стена И написано На всех свадьбах Самый такой счастливый момент Свадьба Разбивают стакан И говорится Если я забуду тебя Иерусалим Пусть отсохнет моя правая рука Представляете В момент свадьбы две тысячи лет Евреи говорили эту фразу И вернулись в Иерусалим И я сейчас урок провожу из Иерусалима Это самое большое доказательство того Что Бог слышит молитвы И что даже такие вещи Которые кажутся нереальными Но если ты Бога долго-долго-долго Просишь Просишь и веришь И просишь И вкладываешь в это То Бог отвечает на молитвы Все, удачи, успехов всем И с праздником Субтитры создавал DimaTorzok